Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. По сути, текущая пятидневка у нас переходная, мы замыкаем и месяц май, и переходим в июнь, который обещает быть довольно-таки интересным. Я уверен, что мы найдем множество инфоповодов в предстоящем месяце, но самое главное, на что нам нужно заранее ориентировать, так это на то, что нас ждет заседание американского регулятора, двухдневное заседание, собственно, итоги его будут подводиться 14 июня. Вероятность повышения процентной ставки на текущий момент она может измениться. По данным Фейк-Воча, контрактом, за которым я лично слежу и снабжаю вас информацией, около 80%. Им же очень поспособствовало тому, что мы видим по-прежнему очень высокие значения. И такой серьезной уверенности рынка в том, что ужесточение политики – это уже решенный вопрос, поспособствовало этому. И сильная статистика, которую мы получаем из недели в неделю. И протоколы американского регулятора, которые были опубликованы на прошлой неделе. Плюс ко всему нас ожидает еще выбор парламентского масштаба в Англии. Я об этом расскажу чуть позже. Уверен, что до 8 июня для нас, пожалуй, фунт останется одним из самых интересных инструментов. Потому что сейчас, после того, как в минувшие выходные прошел очередной опрос по поводу позиционирования и поддержки имеющейся сейчас консерваторы, эти общественные настроения создают очень большой спекулятивный интерес сейчас к предстоящей теме, к всему процессу Brexit и, соответственно, к Британцу. За этим мы также будем следить. Итальянские, точнее, французские выборы. Вроде бы как Кременель Макрон уже все. Новый президент Франции – это очевидный, совершенно известный для всех факт. Но также не забывайте, что вопрос поддержки в лице значительной счастья политической коллекции еще не решен. Тоже несколько туров парламентских выборов нас ожидают еще и во Франции в рамках июня. И ко всему этому, друзья, мы должны быть готовы. Я, как и всегда, беру на себя обязательство следить за всем, что происходит на финансовых рынках. Потому что я меньше всего, чего хочу, так это то, чтобы вы тратили ваше драгоценное время на поиск каких-то интересных моментов, комментариев, в том числе и в зарубежной прессе. Это моя работа. Поэтому я стараюсь держать вас в курсе всего происходящего. Надеюсь, то, что информация, которой я оснабжаю вас, кому-то да и пригодится. Потому что, ну, собственно, именно на ее использование правильно и нацелены наши каждодневные брифинги. Прошу обращения за то, что отсутствовал в четверг и пятницу. Те, кто следит за новостями компании, знают то, что у нас в эти дни проходили семинары в Екатеринбурге. Соответственно, сейчас я снова в строю и, разумеется, попробую наверстать упущенные дни. Хотя знаю то, что мои коллеги держали вас в курсе происходящего и ни одно серьезное событие не прошло без внимания. Давайте поговорим о рынке нефти, который, безусловно, был интересен на прошлой неделе и таковым и останется. Потому что пройдет еще, как минимум, несколько недель, прежде чем утихнут вот эти резонирующие эффекты, которые сейчас имеют место быть на рынке черного золота, постфактум решения опеку продления действия аналитического факта на 9 месяцев до марта 2018 года. Пожалуй, давайте немножко остановимся на этом активе, потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы четко понимали сейчас, с каким новостным фоном мы работаем. Если вкратце пробежаться по прошлой неделе, да и даже сделать с запасом, скажем, код на еще одну неделю ранее, мы помним, как на рынке присутствовали оптимистичные настроения. Почему? Потому что трейдеры настраивались, закладывались своими капиталами под вероятное, собственно, решение того, что действия соглашения договоренностей продлят. Потому что это правильно. Останавливаться на полпути – это было бы глупо, поэтому, оценивая позицию отдельных ближневосточных стран, мы уже понимали то, что это решенный вопрос. Сделку продлят. Но вот на сколько? На 6 месяцев, на 9, может быть, чуть больше? Это еще вызывало вопросы. А плюс ко всему нас, как трейдеров, сидящих за фундаментом, начали подкармливать комментариями, заявлениями совместного характера, которые сначала были сделаны со стороны Саудской Аравии, потом соединены с Россией, потом еще Иран, о том, что продление этого соглашения – решенный вопрос. Вероятность тут же достигла практически стопроцентного уровня, и уже никто не сомневался в том, что эта сделка в четверг будет анонсирована как таковая, и ее, собственно, пролонгируют на определенный период времени. Но основной вопрос, который на рынке присутствовал, он, в принципе, сейчас сохраняет свою актуальность – это будет ли эта сделка эффективна. Мы, как медведи, ну, то есть я, как медведь, могу четко вам сказать, что у нас есть определенные исторические реалии. У нас есть первый этап этой сделки – это соглашение, которое, собственно, вступило в силу в конце 2016 года. Январь, февраль, март, апрель, вот мы входим уже в пятый месяц 2000, точнее, март, апрель, май, в шестой месяц 2017 года, и можем говорить о том, что это соглашение не принесло должного результата. ОПЕК очень многим пожертвовал. Прежде всего, они пожертвовали самым, наверное, большим, собственно, значимым для себя, чем можно было только пожертвовать. Это доли. И, конечно же, настраивались на то, что смогут получить взамен. Но вот цены на нефть не растут, цены на нефть продолжают находиться в нисходящем ключе, и по-прежнему указывают на то, что текущие уровни – это лишь перевалочные значения, прежде чем и Brent, и W окажутся ниже. Еще раз, пять прошедших месяцев ни граммы не поспособствовали восстановлению баланса спроса и предложений, не решили проблему с переизбытком, не обеспечили никакое подобие дефицитности предложения. И это уже явно тревожный сигнал, указывающий на то, что сделка неэффективна. Кто-то говорит то, что уровни квот, условия обязательств выполнялись на 90%. Я как бы не настою в этом причине. Но 90%, вы согласитесь, это все равно очень много. Если были бы какие-то предпосылки говорить о том, что это соглашение повлияет на конъюнтуру на рынке нефти, под это также бы стали закладываться. И единственная надежда, которая, друзья, на рынке присутствовала, надежда, связанная с тем, удастся ли в перспективе оставшейся части 2017 года, ну, может быть, чуть позже, повлиять на рынок нефти в позитивном характере через вот эти договоренности, это если бы, собственно, страны ОПЕК пошли на более радикальные шаги по ограничению производства. Ну, то есть, прежние договоренности, 1,8 миллиона баррелей по коррекции в совокупном объеме. И рынок до последнего надеялся то, что ближневосточный картель примет решение сократить объемы добычи еще примерно на 600-800 тысяч баррелей в сутки, ну, хотя бы до 2,5. И это единственный был бы позитивный момент, который, в принципе, и меня заставил бы пересмотреть свою позицию и, возможно, тоже начать рассматривать то, что бренд и WTI могут забраться даже повыше текущих значений. Ну, вот, собственно, наступил четверг, как вы знаете, долго мы ждали этого события. В течение дня, собственно, наблюдали за теми новостными комментариями, которые поступали на рынок. И фактическое решение, условия прежней сделки сохраняют свою актуальность, продлеваются дальше сроком на 9 месяцев. И ничего, собственно, более интересного сказано не было. Можно было представить то, что реакция на рынке должна была повторить реакцию, которую мы наблюдали, когда ОПЕК первый раз принял решение. То есть эта реакция предполагала определенный положительный отклик на котировках черного золота. Но потом, даже заведомо я уже говорил, что если вы увидите рост этого актива, ни в коем случае не позвольте ему повлиять на ваше настроение и ваше долгосрочное позиционирование по этому инструменту. Потому что пройдет немного времени, и нефть вернется в русло понижательной динамики. Почему? Потому что мировые запасы по-прежнему остаются на уровнях, которые существенно превосходят средние значения за последние пять лет. И этого было также достаточно, чтобы не забывать про еще один медвежий аргумент, указывающий на то, что эта сделка будет неэффективна. Но фактическая реакция, она превзошла даже мои ожидания. Мы увидели снижение актива на 5%. И даже несмотря на то, что сейчас идут отбои от минимальных уровней, сейчас мы видим low, собственно, постфактум четверга 51.05. Сейчас актив торгуется на уровне 52.38. Я все равно уверен, что рынок начал дружить все-таки с логичным стимулом того, что бренд будет дальше слабеть. Потому что сделка не будет эффективна. В этом можно будет убеждаться из месяца в месяц. Каждый раз, когда ОПЕК будет публиковать доклады, каждый раз, когда Международное политическое агентство будет давать в первых числах каждого месяца нам статистику по фактическим уровням добычи в глобальной экономике, мы будем видеть подтверждение этой цифры. То, что перепроизводство по-прежнему зашкаливает. Поэтому, снова возвращаясь к нашему долгосрочному прогнозу по нефти, находитесь в короткой позиции и правильно делайте, потому что мы скоро пойдем на тестирование 50 долларов за баррель и окажемся гораздо ниже. Тем более, что история с ОПЕК с продлением соглашения миновала уже. Следующее заседание состоится не скоро, в ноябре, под самый задний с 2017 года. Сейчас нам остается ориентироваться еще и на статистику того самого интересного региона, который уже дестабилизировал, собственно, усилия, нейтрализовал усилия ближневосточного картеля, направленные на восстановление баланса. Что это за регион Соединенные Штаты Америки? Пятичный отчет по Беккер-Хьюзу с количеством нитемных терминалов, очередной прирост с 720 штук. Единицы платформы выросли до 727.2. 19-я неделя роста подряд. Эта пятичетка станет своего рода юбилейной, не сомневаюсь. Поэтому Соединенные Штаты Америки будут использовать возможности, которые им снова подарили страны ближневосточного картеля, а также 11 регионов, которые не входят в это ближневосточное содружество, но тоже поддержавшие действия аналитического пакта. Поэтому у Соединенных Штатов Америки есть еще 9 месяцев, чтобы продолжать свою экспансию на рынке черного золота, чтобы увеличивать нефтетобычу, искать новых покупателей. И я уверен, что прежний сценарий того, что они будут эффективно использовать эти возможности, он продолжит себя отрабатывать в прежнем ключе. Помимо Соединенных Штатов Америки есть еще и другие регионы, которые сейчас старательно будут использовать в выигранное время, задействовать еще большее количество производственных мощностей, также поднимут уровни по добыче. Поэтому новая эра перепроизводства, она только грядет, и этим нужно пользоваться. Цель по бренду 50 долларов за баррель, как и раньше. Российская валюта 56,77. Мы понимаем, что рубль остается обреченным инструментом в плане девальвации. Причина, по которой до сих пор мы не наблюдаем на наших экранах терминалах. 58 в обмене никак не видим этого значения. Только потому, что бренд пока держится выше 50. Но это вопрос в плане решения того, что инструмент оказался ниже. Думаю, что вопрос в ближайших неделю. Поэтому ни в коем случае не вздумайте, особенно после прошедшего четверга решения ОПЕК, не вносить никаких изменений в индивидуальные квоты для отдельных регионов, изменять собственному прогнозу и собственной оценке, предполагающей то, что рубль вынужденно должен девальвироваться. Мы увидим и 58, и 59, и 60 также в самые ближайшие недели. Дальше идем, друзья. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 11-11.65, и отступили мы от локальных максимумов. Если мы посмотрим на традиционное, собственно, рыночное настроение, сенсимент, который присутствует на рынке, сильных изменений не произошло. Но все равно сейчас индикатор Кайман, который вам доступен в рамках наших личных кабинетов, ваших личных кабинетов компании, а Маркетс указывает на то, что по-прежнему преобладающая позиция это продажи европейской валюты. Вот, кстати, по фунту мы немного изменились, и там нарисовался баланс. Ну, о фунте мы поговорим давайте чуть позже. Европейская валюта почему снижается? Потому что понимает, что доллар обретает силу. Европейская валюта снижается почему? Потому что она в прошлой неделе стала свидетелем выступления САЗу трех самых видных чиновников Европейского центрального банка и европейских монетарных властей. Это Драги, которые возглавляет ИЦБ, это вице-председатель Европейского центрального банка Виктор Констанцева и главный экономист Европейского центрального банка Питер Пратт. Ну, еще очень часто в средствах массовой информации говорят о том, что проект. Ну, думаю, что особо цепляться за правильность произношения фамилии не стоит. Ну, вы просто будьте в курсе, что главный экономист ИЦБ, который традиционно поддерживает идею сохранения и необходимости более мягкой экономической политики. Единые фразы, шаблоны, которые были использованы им, сначала Драги, как будто бы перелил листочек Прату, Пратт потом, собственно, отдал эту речь Витору Констанца. Политика Европейского центрального банка будет оставаться мягкой. Все они признали, безусловно, то, что экономическая картина улучшилась, то, что для Еврозоны, а сейчас по факту последних очень сильных данных по индексам производственной активности отдельно, по ряду ведущих экономикам Еврозоны и в целом по валютному блоку, указывают на то, что активность производителей и активность в сфере услуг находится на максимальном значении за несколько лет. И, конечно же, это создает хорошие условия для более-менее стабильного роста экономического показателя ООП. Но Европейский центральный банк в лице Драги еще раз подтвердил, то, что рост ООП – это не единственная цель, которой руководствуется монетарной властью. Помимо этого, есть еще более насущный и важный вопрос – это активность потребителей, которая выражается в индикаторах инфляции и базового значения потребительских цен. Но вот в отношении, собственно, базовой инфляции по-прежнему были обозначены риски наличия понижательного давления. И до тех пор, пока эта картина не изменится, Европейский центральный банк не может поддержать позицию свято верующих в то, что скоро, в ближайшее время, европейский регулятор пойдет на ужесточение монетарной политики, начнет сокращать в еще больших масштабах программу количественного смягчения и снова начнет поднимать процентные ставки. Вы не забывайте о том, что это люди, которые отвечают фактически за решения, лоббируемые и принимаемые в рамках ЕЦБ. Поэтому, насколько бы не хотелось сейчас увидеть более серьезный триггер для фундаментального роста, его попросту нет. А если его нет, нужно только лишь следить за тем, что происходит с евро, мириться с фактом его периодического восстановления, постфактум и, как следствие, реакции на рыночное настроение и локально возникающую слабость доллара, но долгосрочно ни в коем случае не нужно забывать то, что евро остается прежним усадером. И, возможно, то снижение, которое наблюдается сейчас, это не просто локальный откат. Это постепенное снижение, которое также вернет европейскую валюту в ближайшее время, ну, в среднесрочной перспективе ниже отметки 1.10. Хотя те, кто все-таки торгует каккосрочно, я бы рекомендовал, пока по Кайману не произойдет резкого слома настроений, пока у нас не будет обозначено подобие баланса и пока доминирует позиция продавцов, все-таки европейскую валюту рассматривать с точки зрения покупок. Но какой-то серьезной фундаментальной идеи, оправдывающей рост евро на рынке, попросту нет. Доллар и японская иена. Прошлая неделя протоколы, которые были исключительно в жестком ключе, потому что снова мы услышали уместность повышения процентной ставки, снова мы слышали про комментарии о том, что слабость в первом квартале это исключительно временное явление. Очень много, собственно, было сказано про возможность сокращения баланса Центрального банка. И сейчас позицию и, наверное, необходимость этого в качестве обозначения дальнейшего сценария действий мы услышали от большинства представителей ФРС. Плюс ко всему, друзья, на прошлой неделе было очень много статистики. ВОП США за первый квартал пересмотренная оценка. 1,2% против, собственно, роста прошлого на 0,7% и против прогноза на 0,9%. Заказы на товары лидерного пользования. Ну да, чуть хуже, чем прошлое значение. Снижение до минус 0,7% с прошлого 2,3%. Но здесь основной вкладчик негативный – это снижение спроса на воздушные суда. То есть очень волатильный показатель. Поэтому давайте пока в месячном выражении на этот индикатор обращать внимание не будем. И рост расходов домохозяйств через индексы, расходов наличного потребления. Здесь тоже ощутимый прогресс. Как следствие, эта статистика поддержала индекс доллара, привела к небольшому росту и восстановлению доходности американских трежерист. И сегодня утром у нас была возможность послушать одного из самых авторитетных представителей ФРС. Это Вильямса, который отметил, что американский регулятор поднимет процентную ставку в июне. И, возможно, до конца этого года, он не изменил, собственно, взгляду прежнему. Мы увидим еще два повышения, помимо июньского. И то, что Соединенные Штаты Америки сейчас как-никогда близки по реализации, достижению двух очень важных целей ФРС. Это цели, конечно же, по рынку труда и цели по инфляции. Но мы, собственно, знали об этом и без Вильямса. Если в ближайшие дни нам удастся все-таки вместе с трейдерами отойти от рисков, которые связаны с обсуждением политических скандалов вокруг Вашингтона, Белого дома и Трампа. Если в ближайшие недели нам удастся более не обращать внимания на такие трагические события, как террористические угрозы и, не дай бог, теракты, тогда не будет более серьезных оснований, которые заставили бы трейдеров снова переводить свои капиталы в защиту. То есть не будет оснований для роста японской гены, не будет оснований для роста золота, для роста франка, не будет оснований для перетока средств в американские облигации. Поэтому у американской валюты буквально за две недели до заседания ФРС сейчас есть все условия, чтобы расправить свои крылья и показать нам то восходящее движение, на которое мы настраиваемся. Сейчас пара USDCAD торгуется на отметке 111 до 28. Я думаю, по, опять же, июньскому месяцу будет уже очевидно, ясно, каких дальнейших ориентиров мы можем придерживаться. Но я полагаю то, что еще до заседания ФРС мы с вами сможем добраться как минимум до отметки 113 или даже выше против доллара. То эти пары доллара японская гена. USDCAD ставка на прошлом заседании оставлена на прежнем уровне 0,5%. Однако, помимо того, что канадский регулятор был чрезмерно, на мой взгляд, оптимистичен в отношении оценки текущей ситуации, отметил также наличие прогресса на рынке недвижимости, на рынке труда, но были и негативные комментарии по поводу торговых рисков в связи с потенциальным пересмотром условий соглашения НАФТО. И еще, на что сейчас стоит обратить внимание, вот опять же, ссылаясь на формулировки Банка Канады и то, как рынок реагировал на них. Собственно, я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующее. Основной рост канадца, который произошел на прошлой неделе постфактум, опять же, решение канадского регулятора по оставке из правительных заявлений, которые были опубликованы после этого, случился после того, как канадский регулятор сделал акцент на то, что перспективы экономики явно вылужатся за счет ожидаемого роста цен на нефть, который актив нефти, по мнению Банка Канады, уже достиг своего дна. И ниже уже вряд ли будет котироваться. Это произошло за сутки до оглашения решения по протлению действия энергетического факта, после которого нефть увалилась еще на 5%. Я думаю, что канадский регулятор несколько поторопился с оценкой того, что может быть с нефтью дальше. Мы же таких опромищевых, на мой взгляд, шагов и тем более ошибок стараемся не сделать, видя более реальные тенденции, которые на рынке присутствуют. И поскольку я уже отметил то, что нефть может слабеть, USDCAD в связи с этим должна только выигрывать, как валюта. То есть мы должны наблюдать рост доллара против канадца. Смотрим на текущие котировки. 1,3462. Мы, в принципе, находимся рядом с очень важным сейчас сопротивлением 1,35. Я предлагал вам использовать его, чтобы встать в долгосрочную позицию. Надеюсь, что кто-то к моему совету прислушался. Друзья, собственно, уже мы немного затянули. Я прошу прощения. Но все-таки насыщенная такая неделя. Нам, безусловно, еще нужно разобрать британскую валюту. Нам нужно разобрать австралийцам. Британскую валюту в связи с ростом обеспокоенности по поводу процедуры дальнейшей. Брэкзит, в связи со слабой статистикой по темпам экономического роста. Про австралийцам не есть что рассказать, потому что на прошлой неделе МОДИС, рейтинговое агентство, которое обычно является первой ласточкой среди трех основных рейтинговых агентств, понизила рейтинг Китая. Из-за роста долга, из-за того кризиса, который сейчас наблюдается на рынке недвижимости, из-за снижения темпов экономического роста экономики. Произошло это впервые за 30 лет. Это не просто так. Это и есть как раз подтверждение того, что риски, которые мы с вами видели еще задолго до этого решения МОДИС, начинают все-таки находить свой реальный и должный предсказуемый отклик со стороны тех агентств, которые оценивают экономики и пытаются определить какие-то дальнейшие перспективы. Поскольку, собственно, Китай для Австралии это основной торговый партнер, понятное дело, что такие шаги не проходят незамеченными для и австралийцев, и для новозеландской валюты, которые первыми реагируют на эту фундаментальную слабость. Вот почему австралийцы снова в нисходящем ключе. Но здесь мне тоже есть что вам рассказать. Я предлагаю, а сейчас уже более не тратить время, поскольку начинаются полноценные рабочие будни. Сегодня у нас пройдет еще вебинар, правильный понедельник. Там у нас будет целый час, чтобы обсудить то, что происходит на рынке. Я предлагаю вам присоединиться сегодня к нашему онлайн-семинару, задать вопросы там, если они будут, ну и, конечно же, послушать про перспективы прочих активов, про которые мы обычно говорим. Это еще раз повторяю. Фонд, австралиец, американский фондовый рынок и золото. Ну и еще пару слов я обязательно отмечу про франк, которые сейчас тоже актуальны, учитывая текущие значения. Поэтому в 16.30 буду рад вас всех видеть. Сегодня из важных событий в Штатах праздничный день, ну то есть выходной день, день памяти. В связи с этим все отчеты, которые должны были опубликованы в рамках недели, едут на сутки. То есть та же самая статистика по АПИ, по Американскому институту нефти, которую мы с вами получаем вечером во вторник, соответственно, будет уже опубликована в среду. И то же самое с другими отчетами. Из интересных событий сегодняшнего дня, ну понедельник отчетов обычно практически нет, но в 16.00 сегодня состоится выступление Драги. И снова очередное, полагаю, что говорить будет о том же, о чем вы на прошлой неделе. То есть вы уже вооружены информацией, знаете, что можете услышать и знаете, каким последствиям это может привести в динамике евро. Но все равно послушаем, может быть, будет что-то интересненькое. Но об этом я расскажу вам, соответственно, завтра в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Желаю вам хорошей недели. Настраивайтесь, готовьтесь к июню. Очень серьезной волатильности и хорошим движением, которое, надеюсь, позволит нам заработать. Как и всегда, все вопросы, все комментарии welcome на нашем канале на YouTube и на форуме OnMarkets. Ни один не остается без ответа. Я слежу за всеми комментариями и, соответственно, по возможности, по необходимости тоже даю вам обратную связь. Большое спасибо за тем, кто проявляет наибольшую активность. Ну, друзья, на этом все. Еще раз большое спасибо за внимание. До скорых встреч. Ближайшая из них это сегодня в 16.30 по Москве на вебинаре «Правильный понедельник». Всего доброго. До свидания.